Результаты работы ведомства за 4 месяца текущего года. Основная тема очередного оперативного совещания, которое прошло сегодня в Следственном комитете Российской Федерации. На видеосвязи вся страна обсуждаются основные показатели работы территориальных подразделений. За первый квартал повысилось качество и оперативность предварительного следствия. В суд было передано более 30 тысяч уголовных дел. Почти половина дел это дела о тяжких преступлениях. И растет количество дел о организованных группах и коррупционных преступлениях. Улучшилась работа по компенсации ущерба, причиненного преступлениями. За 4 месяца этого года размер возмещенного ущерба составил почти 40 миллиардов рублей. Это на 58 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако отмечена и недоработка в некоторых региональных следственных управлениях. Калининградская и Рязанская области, республики Тыва и Коми. Руководителям данных подразделений была поставлена задача в кратчайшие сроки принять меры для устранения недочетов. Особое внимание стоит уделить расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений прошлых лет. Еще раз напоминаю, что надо работать по той тематике, которая дана нам законом. Самой идеей создания Следственного комитета. Тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, против интересов государства, против экономики и национальных проектов. Особое внимание студентам и кадетам ведомственных образовательных учреждений, а именно тому, чем они будут заниматься во время предстоящих летних каникул. Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин отметил, что на сегодняшний день крайне востребована волонтерская помощь молодых людей, особенно в медицинских учреждениях, где проходят лечения раненые военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. И сами наши ребята потом будут вспоминать, да, тяжелое для страны время, я был со страной. Либо на стройке, либо, даже еще важнее, может быть, в госпитале. Сцель этого туда 8 место третьего, не пришел, ушел, потрудиться по-настоящему. По поручению председателя СК России, в ближайшее время в образовательных учреждениях ведомства должны появиться студенческие и кадетские отряды. Их участники смогут принести пользу государству и обществу там, где она особенно сегодня нужна. Такая добровольная работа способствует воспитанию подрастающего поколения в духе правильного и уважительного отношения к труду, истинного патриотизма и добросердечности. Продолжение следует...